В Уфимском цирке восстановят легендарный номер джигиты Башкортостана. Осенью ему исполнится ровно полвека. Здание цирка в Уфе пока закрыто, но в ближайшее время там начнутся реставрационные работы. О его прошлом и настоящем расскажет Александр Калинченко. Закрыта касса. Всерьез и надолго. Даже кассир уволен. Прошлой весной новость об остановке работы цирка стала одной из главных тем всех городских и региональных СМИ. Не закрыта только одна самая неприметная дверь служебного входа. В небольшом коридоре с парой комнат, как оказалось, еще работают люди. Из 120 сотрудников Уфимского цирка не попали под сокращение только 8. Среди них вахтеры, подсобный рабочий, бухгалтер и, конечно, директор. Из внештатных сотрудников кошка со скверным характером по кличке Муся. В таком составе работники, вероятно, и отметят 50-летний юбилей Уфимского цирка. В 1968 году его успели построить и открыть до снегопадов. 5 ноября состоялось первое представление. В Уфу приехала труппа Терезы Дуровой. А уже через два года была учреждена студия подготовки собственной профессиональной труппы. Конкурс был огромный. Из более чем шести сотен желающих приняли 60. Большинство из которых и стали потом первыми башкирскими акробатами, воздушными гимнастами, жонглерами и, конечно же, джигитами. Привозили лошадей для работы со степей, диких лошадей. Представляете, они не чёсанные, они грязные, они все в репьях, как ребята их чистили. Они даже не знали, что такое кормушка, они не знали, что такое из ведра водичку попить. А им по 14-15 лет, пацаны, они безбашенные были просто вообще. Они вот этих лошадей репетировали, тренировали, как бы добились таких больших успехов. Первое представление башкирской труппы состоялось в 1973-м. В нём сразу же появились свои звёзды. Единственной женщиной, исполнявшей сальто-мортале на ходулях с подкидной доски, была и остаётся уфимка Людмила Авершина. До сих пор этот номер во всём мире исполняют только мужчины. Карьера Людмилы Васильевны закончилась несчастным случаем. В 26 лет она получила серьёзную травму на репетиции. Оказалась прикованной к инвалидному креслу. Однако навсегда осталась настоящей легендой цирка. Уфимский цирк в свои лучшие времена почти не закрывался. Артисты могли позволить себе всего один выходной в неделю. И это был понедельник. Все дни, вторник, среда, четверг, пятница работали по одному представлению в 19.30, а в субботу и воскресенье по три представления в день. Представляете? И очередь от центрального входа до трамвайной остановки выстраивалась здесь. А потом пришли 90-е. С развалом Советского Союза прекратила своё существование цирковая студия. Распалась школа джигитовки. Цирк закрылся на капитальный ремонт, который мало того, что растянулся на 6 лет, так ещё и оказался косметическим. Протекающая кровля заставила специалистов детальнее присмотреться к состоянию так называемых вантовых конструкций, то есть системы туго натянутых стальных тросов, которые, по сути, и держат весь купол. 250 канатов соединяются в узел. Вот это называется ванта-конструкция. В середине этого месяца в Доме Республики состоялась встреча Русты Мохаммитова с генеральным директором российской цирковой компании Дмитрием Ивановым. Обсуждались вопросы реконструкции здания уфимского госцирка. Поставлена цель снова открыть его, самое позднее, в начале 2021 года. Первые шаги к будущей реконструкции будут предприняты уже в конце этого месяца. Специалисты откроют стальные канаты, которые держат кровлю. Посмотрят на них, и тогда будет ясна окончательная стоимость работ. Ведь одно дело ремонтировать, а другое дело ломать и строить заново. Александр Каличенко, Вадим Зараев, Россия Культура, Башкортостан.